Виктория Габышева Виктория Габышева Виктория Габышева уважаемые якутяне, что концепция обновления развития национальной школы, он установил принцип обеспечения права обучения на родном языке. И нигде не было никогда ущемления русского языка, его принижения. Наоборот, у нас, Якутии, в нашей республике Саха, было придано значение, довольно хорошее значение, доброе значение для якутского языка, для родных языков коренных народов нашей республики. Паритет был, в принципе, установлен часов, но реализован был только в начальных классах. В средних, в старших классах это непросто. И тем более, что когда большое количество учащихся, то классы делятся на две группы, это в отношении русского языка. Поэтому всегда русский язык у нас был в приоритете и имеет место приоритет. Сегодня, уважаемые якутяне, я высказываюсь и буду говорить о насущном, не об истории. В преддверии того, что 25 мая будет круглый стол в парламенте, посвященный проблемам реализации права обучения на родном языке, особенности в отношении якутского государственного языка обучения, его изучения в школах. Также в преддверии июня месяца, когда в парламенте, я надеюсь и рассчитываю, что будет рассмотрен законопроект федерального уровня, который будет рассматриваться в июне месяце в Государственной Думе первом чтении. И мы должны выразить отношение к этому законопроекту, это сверхактуально. Мы должны успеть до конца июня представить материалы и поправки свои ко второму чтению, для того, чтобы представить интересы наших жителей, интересы якутян, интересы нашего якутского языка и языков коренных народов нашей республики. Что вас беспокоит во вносимых поправках и чем они могут быть чреваты? Я думаю, что не только меня это будет беспокоить, но и многих, поэтому нужно людям это знать. Во-первых, вносятся поправки группой депутатов Государственной Думы во главе Старшиновой в закон об образовании. И здесь вносятся четыре крупных поправки. Первое – это введение принципа добровольности, выбора языка обучения, противовес действующему по Конституции России принципу свободного выбора языка обучения. Почему это, так я говорю, противовес, и нарушается этот принцип конституционный, при том принцип российской Конституции о свободе выбора языка обучения? Потому что второй, третий поправками выносится так называемый учет потребностей учащихся и родителей в отношении выбора языка обучения. Непонятно, как это, что значит потребность. И на основании этого вводится новый, предлагается вводить новый порядок, как осуществлять выбор языка обучения, как школам, каждый отдельно школе, осуществлять выбор изучаемого языка из числа языков народов республики, из числа государственных языков, если в отношении республик. Вот здесь скроется несколько подводных камней. Во-первых, существенный момент такой. Если кроме вот этого конституционного положения в российском законе об образовании и в российском законе о языках народов России говорится о том, что обеспечивается право обучения на родном языке, то вот эти вот обеспечения права обучения на родном языке или право изучения родного языка, в том числе государственного языка юкутского, это констатируется и как принцип устанавливается. То теперь вот предлагается в федеральном законе под видом уточнения их, я считаю, ограничить, урегулировать и можно даже сказать зарегулировать. Каким образом? Говорится о поправках следующий новый порядок, предлагается. Во-первых, школа определяет перечень этих языков, якутского русского языка. А во-вторых, объявляется это родителям. А родители должны написать письменное заявление, какой язык будет выбирать. Вот это такой порядок, он на самом деле как бы устанавливает, урегулирует процедуру, но в то же время он противоречит Конституции и ушемляет, ограничивает свободный выбор языка. И даже принцип обеспечения права обучения родным языком. Говорят, что человек столько раз человек, сколько языков он знает. И язык, он определяет национальность. И не ведет ли это к унификации, к единообразию, не приведет ли это, возможно ли такое, к единообразию, что от Сахалина до Камчатки у нас все будут просто россияне, получается. Без языка, без родины, без флага. Если такого рода, в кавычке новый порядок, будет введен, механизм будет практикой жизни, и там еще есть такая неоднозначность, неопределенность. Вот пишет заявление родитель. Вот высказывается какое-то мнение или даже потребность. А кто учитывать будет вот это мнение? Кто будет определять? Если, например, в школе только по одному классу комплекта каждый параллель с начальной класса, первого класса по одиннадцатый класс, и вот в сельской школе. И в каждом классе, например, по одному или через класс дали родители, по одному родителю дали заявление о том, что я желаю, несмотря на то, что я в якутской улусе, в сельской школе, я желаю, что я выбираю в качестве языка обучения русский язык. А потом в следующем году не напишет. Остальные напишут, что якутский язык. И вот это будет переводить в суматохе. И вот здесь неоднозначность еще в том, что вот несмотря на то, что как расписана вот эта такая процедура выбора языка обучения, но остается туманным, кто определяет, принимает решение по выбору языка. Возможно, это заучили, руководство школы. А чем они будут руководствоваться? Скорее всего, приказом Министерства просвещения, теперь-то это будет называться Россией, в котором будет говориться, если хоть один человек желает русский, значит, весь класс должен учиться русским языком. Если такого рода будет перегиб, тогда состоится то, что вы говорите. Это очень большие, ну, негативы, чреваты, вот такое. Топорно составленные вот такие поправки. Приведет в конечном итоге к уничтожению национальных классов и вообще якутского языка. Да, может это привести. Есть такая угроза, если это будет так неумно и топорно будет приниматься вот такого рода законопроект. Если мы не мешаемся, если вот республики, народности, народы России, их представители, вот их депутаты или общественники не выразят свое вот мнение о том, что это неправильно, что это противоречит основным конституционным положениям, не только вот выше указанным и названным мной, но еще есть такое очень хорошее, интересное. Я в свое время, Виктория, был в составе, работал в составе рабочей группы по разработке проекта Конституции России. И нам там тогда удалось ввести такого рода положение в Конституции. В ст. 68 Конституции России говорится о том, что Российская Федерация гарантирует ее народам право на сохранение родного языка, гарантирует создание условий для изучения и развития родных языков. А тут прямо говорится, что выбор изучаемого родного языка из числа народа в России, из числа государственных языков осуществляются школы. И не только школы, но родители, получается, на основе письменных заявлений. Не может бюрократия быть выше закона, а федеральный закон выше российского основного закона, который называется Конституцией. Ну, если обращаться к опыту других регионов, и рассматривать Бурятию, к примеру, то получается, вот у нас же расхожее было такое мнение, идет азиат, говорит на русском, это бурят. Потому что там практически язык был утерян. Потому что, в конце концов, то давление, то давление на язык, на культуру национальную, то, которое испытывали буряты, возможно, нам и не снилось. Потому что там это было очень массировано, очень так вот жестко достаточно. Но, тем не менее, один из предыдущих глав, он издал указ о том, чтобы уничтожить бурятские национальные классы, упразднить. И получается, что это вызвало взрыв национального самосознания. И сейчас можно услышать бурятскую речь. И что интересно, среди молодежи стало модно говорить на бурятском языке. Они там вставляют словечки. И сейчас, ну, может быть, это еще, может быть, миграция, все. В общем, да, сейчас бурятский язык, слышишь везде это. И еще привело к тому, что за парты село уже и мое поколение, поколение, которое моложе, да. И вот, в принципе, получается, у нас с языком, собственно, не было таких проблем. У нас, в конце концов, у нас было изучение и так далее. И вот сейчас, когда нашим парламентариям представят этот законопроект, мы очень надеемся, что, в конце концов, они воспримут сейчас и, в общем, слова Егора Петровича, они, в общем, как-то сделают все для того, чтобы сохранить родной язык. Я слушаю вас, Викторий, обращусь к ситуации реализации концепции национальных школ в Республике Сахар. Кстати говоря, в начале 96-х годов я был членом Совета по народному образованию российского масштаба. И многие республики принимали за пример нашу концепцию. И я считаю, что здесь эта концепция установила стержень, выявила, установила стержень, как организовать содержание, обучение в современных условиях от родного края к России и к миру, по знанию окружающего мира, по тому, как впитывать культуру, тоже от культуры родного народа, языка родного народа, своего родного народа, к культуре народа, совместного проживания, к культуре русского народа и к культуре мировой, мировой ценности. И по языкам принцип обеспечения права обучения на родном языке. То есть здесь посередине, без никаких перегибов, ни налево, ни направо, скажем так. И поэтому здесь я считаю, что вот когда была прокуратура, проверяла вот эта проверка, да, вот по поручению Путина, то здесь просто пошло и сейчас возможен перегиб. Вот те или иные уровни вертикали власти воспринимали, восприняли это поручение под козырек, и как у интер-офицеров, ну, как это, Пришибеев, вот классики, они не только стараются, но просто хотят перестараться. И вот свое перестарание вот уж иметь и ограничить, вот наоборот сделать плохое вот многонациональной нашей России. Вот его Путин же говорил в свое время, что я шесть лет назад был руководителем его штаба, лично слышал и учитывался его не только послание и такие ключевые принципиальные высказывания, в котором он говорил, что богатство России, многообразие его народов и языков. И это просто обязанность и ответственность государства обеспечит сохранение и развитие родных языков народов России. Поэтому здесь нам важно, ну, во-первых, надо суметь, это очень сложный вопрос, законопроект, с таким худым содержанием, но как его остановить, как его изменить, чтобы там было доброе поветрие, вот этого закона, принятого после его прохождения, то нужно здесь суметь повлиять на Государственную Думу, суметь представить свои интересы, а общественности ее, людям, депутатам, людям власти, имеется в виду, управленцам образования, городского уровня, республиканского уровня, здесь тоже поднатужиться, вот хорошо осознать, каковы последствия, где у нас профессиональный уровень высокий, достаточно оценивать в нашей республике таких случаев, и суметь донести, довести и повлиять на Государственную Думу, для того, чтобы был более взвешенный и не нарушающий гармонию языков и гармонию междунационального отношений, и вообще вот работала на русло нашей такой исторической и конституционным вот таким основам, скажем так, вот это улучшение только были, а не ухудшение действующего законодательства. В этом плане, обращая внимание якутян, вот на эти содержательном плане, вот эти поправки, худые поправки, и хочу еще раз подчеркнуть, что, ну, призвать, проявить активность, активность и не только вот эти дни, а в июне, несмотря на начало летнего сезона, ну и в завершение приглашаю от имени народных депутатов на круглый стол, который состоится, в парламенте нашей республики, состоится пятницу, 25 мая, сбор с трех часов, вот, ну, начало 3 или 3.30, по-моему, 3.30, по-моему, 3.30, почти. Поэтому приходите, участвуйте. Академия на колен, ка-тэм, ву-вус-на-р-ла-хав-сетига.